Уважаемые садоводы, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о винограде. О том, что эта культура далеко шагнула за пределы Урала и достаточно широко распространена в условиях Западной Сибири. Не секрет. И каждый, кто имеет хотя бы одну-две лозы винограда в своем саду, сталкивался с такой проблемой, что у него просили черенки или просили саженцы для того, чтобы тоже иметь у себя вот такой же сорт, какой у ваших друзей. Поэтому сегодня мы поговорим о черенковании, размножении винограда в домашних условиях. Что для этого нам потребуется? Конечно, прежде всего, хорошие вызревшие черенки винограда. Вот здесь вот предоставлены вашему вниманию черенки разных сортов. У меня более 50 сортов винограда, которые я выращиваю, мои любимые. Есть, конечно, наиболее интересные формы, нравящиеся мне. Ну, вот я размножаю уже, можно сказать, профессионально виноград и хочу поделиться маленькими секретами размножения винограда в домашних условиях. Ну, во-первых, что мы должны иметь? Вот я уже сказала, вызревшая лоза, она должна храниться зимой при температуре от плюс 1 до плюс 5 градусов и не выше. В противном случае черенки будут плесневеть и плохо себя чувствовать. Лучше пусть пониже температура будет, чем выше. После хранения, ну, как правило, наступает период размножения в конце января, а сегодня 3 февраля, мы начеренковали уже свой виноград. Вот, посмотрите, черенки связаны в пучки, с бирочкой на них подписан он. И, в общем-то, выглядит неплохо. Что нужно сделать после того, как мы порезали? Ну, порезали черенки на две почки. Я режу именно так, потому что нет смысла делать более длинные черенки. Но вот здесь вот длинные достаточно черенки, но они тоже двухпочковые. Срезаем мы нижнюю, нижний срез у нас такой кругленький, 2 сантиметра ниже почки. И верхний срез достаточно, ну, длинненький. Вот, смотрите, сантиметра 3-4. И его режем на скос. На скос против почки. Почему именно на скос? Вот, смотрите, вот скос. И вот она почка. Вот она почка. Вот почка. Если мы бы сделали скос на почку, то при сокодвижении появившийся сок капал бы вот на почечку. И почка залипшая была, и листики плохо бы себя чувствовали, и не развивались. Поэтому срез верхний должен быть на вот скос против почки. А почечка вот она. Вот. Я думаю, что вам это понятно. После того, когда мы нарезали черенки, связали в пучки, навязали этикетки, мы даем возможность сутки постоять в обычной воде. В обычной воде, когда виноградные черенки напитаются водой, мы вынимаем из воды, даем возможность немножечко стечь той воде, и ставим на 12 часов в раствор индолил масляной кислоты. Ну, у кого таковой нет, то можно взять простой гетероксин. Он продается в магазинах, и развести его в воде по той рецептуре, которая там написана. Но мы, в частности, готовим маточный раствор индолил масляной кислоты. Вот. Вот, 0,4 грамма на литр воды. Вот. А потом, это ядовитое вещество, и просьба тех, кто работает с гетероксином и индолил масляной кислотой, работать в перчатках. Вот видите, у меня на руках перчатки, потому что попадание этого яда на кожу вызывает неблагоприятное воздействие на клетки кожи. Далее, нам для того, чтобы благополучно прошло у нас прорастание черенков, еще потребуется 0,5-процентный раствор железного купороса. Формула его феррум 2,104. Железный купорос тоже продается в магазинах. Вот так он выглядит рыжим цветом, когда его разводишь. Для чего мы это делаем? Обработка 0,5-процентным раствором верхней части, я хочу акцентировать ваше внимание, верхней части этим раствором тормозит рост и развитие почек верхушечных, что немаловажно. Обычно корневая система начинает развиваться позже, чуть-чуть позже, чем листья. Поэтому, чтобы притормозить вот это движение листьев вперед, выдвижение, вот мы обрабатываем раствором железного купороса и еще убиваем второго зайца. Мы проводим дезинфекцию, убиваем возбудителей грибков, таких как мельдью, если они были на лозах, или же аидиума. То есть это с целью профилактики ведется обработка грибов. И с целью притормозить рост и развитие листовых пластин. Значит, вот вначале мы обрабатываем верхнюю часть, ну где-то до половины черенка, сантиметров 15-20 в растворе железного купороса. А потом мы имеем еще вот такой вот раствор. Это уже не раствор, я бы сказала, это эмульсия. Эмульсия мела. И уже 0,2% раствор индолин масляной кислоты. То есть 0,2 грамма на литр воды. И вот таким вот образом мы обрабатываем нижнюю часть черенков. Сейчас я покажу, как это все будет делаться у нас. Отложу лопатку. Уберу лишние предметы со стола. И смотрим наши действия. Берем вот такой вот связанный пучок черенков. И окунаем его, верхнюю часть, в растворе железного купороса. Если водички мало, то мы наклоняем, чтобы поглубже. Ну вот это я совершила ошибку. Ошибку совершила. Окунула и нижнюю часть. Этого нежелательно делать, потому что железный купорос тормозит и рост корневой системы. Ну то есть вот не ошибается тот, кто не работает. Но мне это простительно, поскольку у меня в одной руке камера. И я работаю только одной рукой. То повторим еще попытку. Но этот пучок мы не выбрасываем, потому что он все равно будет прорастать. Сорт достаточно легко укореняемый. Повторим еще одну попытку. Берем пучок и обрабатываем его верхнюю часть, чтобы затормозить рост и развитие верхних почек. Итак, мы обработали верхнюю часть. Вот смотрим. Четко мы определяем, где у нас верх, где низ. Но обычно верх имеет скошенный срез, вот такой вот как здесь. Скошенный срез. А низ всегда имеет четко круглый срез. Этим самым вы можете себя еще подстраховать, если вы садите черенки не сами, а кто-то вам помогает. Четко дать инструкцию вашим помощникам, что именно вот круглый срез является низом. Потому что не каждый может усмотреть, как же устроена эта вот такая вот палочка и палочка. И только опытный агроном специалист может отличить верх от низа. Поэтому круглый срез внизу и скошенный срез вверху. Итак, мы обрабатываем в меле, мел, сандалил масляной кислотой. Ну, не нужно очень густой раствор, он будет у вас вот таким вот. Некоторые рекомендуют еще, кроме обработки, делать бороздование нижней части черенков. Ну, я этого не делаю, поскольку у меня достаточно хорошая кореняемость черенков. И вот после того, когда вот капельки мела уйдут, я переношу вот этот пучок, этот пучок в другое ведро. А ведро это стоит рядом. Вот оно, это мел, ой, извините, это опилки, смоченные в растворе, где намачивались черенки до этого сандалил масляной кислотой. Вот сюда ставим, маренечка подсыпаем. И все, и таким вот образом переставляем на то место, где уже у нас стоят подготовленные черенки. Ну, вот, посмотрите, пожалуйста, вот таким вот образом на каждом ведре этикетка. Вот, это вот череночки уже готовые к проращиванию. Что мы дальше делаем? Чтобы не подсыхала верхняя часть, а поскольку это теплый пол, а для проращивания быстрого образования корней, калуса, необходимо, чтобы температура в прикорневой зоне, так скажем, у черенков была где-то 22-25 градусов, это благотворно влияет на развитие калуса, на образование калуса. А вот верхняя часть, она должна развиться чуть-чуть позже. Для этого мы уже обработали железным купорозом верхнюю часть, и все-таки в верхней части температура будет чуть ниже. Вот таким вот образом мы расставили ведра. Теперь, что делаем дальше? Я заранее уже приготовила мокрую ткань. Ткань это обычно вот такая вот, она типа половой, ну тряпка. Тряпка половая, широкая, полутораметровая половая ткань для мытья пола. И вот такое вот легкое полиэтиленовое полотно, тоже широкое. Что это делается? Это делается для того, чтобы вот те черенки, которые у нас находятся в опилочках, не пересыхали. То есть верхняя часть была достаточно в уютном состоянии. Поскольку в этом помещении, это помещение у меня такая вот небольшая оранжерейка, в этом помещении зимой достаточно сухо. И влажность воздуха не превышает 22, а иногда даже достигает 15%. Поэтому, чтобы влажность черенки, верхняя часть не пересыхала, мы закрываем это мокрой тканью сверху. И вот таким вот легким полиэтиленом еще поверх мокрой ткани. Одним словом, через 10-15 дней уже можно будет наблюдать, какие сорта будут образовывать вот в этом месте такой наплыв белый из бугорок, валик, будущих корней. Он называется калус. Ну вот, пожалуй, на сегодня, я думаю, что видео исчерпано. Вот так выглядят мои черенки, которые сейчас пройдут операцию в обработке индолил масляной кислоты в связи с мелом, а верхняя часть в железном купоросе. И поставим на проращивание. Еще называют это мероприятие кельчевание. Есть такие специальные оборудованные кельчеваторы, но у меня их нет. И я использую свои возможности. И, в общем-то, мои черенки всегда хорошо укореняются. Главное, чтобы температура пола, поскольку мои черенки стоят на полу, была 22-25 градусов, пол теплый, и сверху чуть ниже. Тогда процесс нарастания калуса будет происходить по заданному режиму. Всего вам доброго! Если видео понравилось, то я буду вам очень благодарна. Спасибо за внимание! Субтитры подогнал «Симон»!